друзья всем привет с вами энди вакс и сегодня у нас действительно долгожданный обзор мы будем говорить о легендарном плагине за которые в конференции на фейсбук энди вакс reviews проголосовала более 150 человек большое спасибо друзья за ваше мнение и вот он знаменитый плагин от американской компании айзотоп в которой помимо прочих трудится один из самых выдающихся программистов нашего времени алексей лукин озон 7 если уж мы затронули тему мастеринга то предлагаю разделить обзор на две половины сначала я расскажу о самом плагине а во второй части обзора мы займемся практикой и сделаем мастеринг треков поехали что же такое озон я бы назвал его навороченным саунд гудайзером ну а если серьезно то озон поможет склеить инструменты в миксе контролировать динамику сигнала и его стерео базу добавить недостающие гармоники а также максимально незаметно убрать пики в новой 7 версии озон помимо винтажных модулей появилась очень крутая функция кодек превью позволяющая понять какие артефакты привнесет кодирование трека в mp3 или ac формат к слову компания sonax выпустила отдельный плагин для этого который имеет совершенно не демократичную стоимость в модуле максимайзера добавлен новый режим а rc4 который позволяет добиться еще большей громкости вашего мастера без увеличения искажений и ненужного пампинга ну и конечно же если вы используете озон 7 адванс все модули доступны вам в виде индивидуальных плагинов также адванс версия предлагает дополнительные модули vintage tape винт оч компрессор и винт очки плюс пользователи адванс версии получают функции кодек превью озон можно использовать как плагин так и в виде стендалон программы стендалон режиме мы видим дополнительные кнопки управляющие воспроизведением трека ниже располагается графическое представление структуры трека обратите внимание что озон автоматически определяет регионы трека при клике на которые этот фрагмент зацикливается также мы можем сделать fade out fade in и отрезать ненужные куски тишины в начале и в конце трека сигнал в озон проходит по цепи слева направо давайте теперь посмотрим на правую часть окна озон здесь располагаются блоки визуального контроля индикации и блок прослушивания индикаторы и регуляторы входа и выхода кнопка переключения режима индикации left right mid side кнопка при включении которые можно регулировать отдельно усиление левого и правого каналов функция отключения все обработки bypass кнопка автоматического сопоставления громкости кнопка моно кнопка меняющая местами левый и правый канал и кнопка настройки и включения функции кодек превью кнопки настройки и включения дитеринг давайте подробнее остановимся на некоторых важных функциях блока прослушивания о томич гейн многие модули озон могут сильно повлиять на громкость звука на выходе чтобы адекватно сравнить изменения вносимые обработками озон включим auto match gain и громкость bypass будет совпадать с громкостью звука после обработок дитеринг это подмешивание шума к сигналу чтобы предотвратить искажение сигнала при микс дауне однако чтобы подмешиваемый шум не был сильно слышен используется метод но из шейпинга в этом случае подмешиваемый шум не однороден и рассчитывается по специальному алгоритму функция фильтр dc offset становится активной при использовании винтажных модулей и служит для того чтобы убирать смещение амплитуды сигнала функция лимит пикс не позволяет усиливаться пиком подмешиваемого сигнала на высоких частотах функция отто блэнки автоматически понижает подмешиваемый шум когда сигнала в ходе отсутствует в течение 0 7 секунд окно under history вмещает себя все производимые действия плюс функцию сравнения 4 контрольных точек жаль только нет отмены функции очистки из самой истории пресеты делятся на пресеты треков я бы назвал их глобальными пресетами и пресеты модулей клик на лупу открывает окно выбора трек пресетов здесь можно загружать сохраненные ранее пресеты создавать и удалять пресеты и папки а также изменить место хранения пресетов озон последние изменения в окне плагина всегда сохраняется в пресете walking settings и благодаря этому очень просто сравнить наруленный звук с готовыми пресетами из озон при правом клике на название пресета мы можем выбрать функцию set current state с для того чтобы текущий пресет стал загружаемым по умолчанию пресетом к сожалению функция set current state с работает только для глобальных трек пресетов и не работает для пресетов модулей функция show at startup сообщает озон что при каждой загрузке новой инстанции плагина следует показывать окно выбора пресетов и я лично сразу эту функцию отключаю может быть я не люблю пресеты а может борюсь с искушением использовать готовые установки при клике на кнопку пресетов модуля открывается похожее окно которое позволяет управлять пресетами для выбранного модуля а сейчас давайте откроем окно которое никак когда не открываю и это окно опций general здесь мы можем включить разные красивости подсказки и увеличить или уменьшить скорость прорисовки и прозрачности интерфейса также тут содержится информация о чистоте проверки наличия апдейтов информация о лицензии справа количество шагов в истории редактирования перехватывание нажатий клавиатуры плагином и возможность отсылки статистики вайзотоп спектром здесь все что связано с настройкой анализатора разрешение скорость срабатывания и прочие красоты эквалайзер возможность включения-выключения отображения а ч х сигнала дополнительно к отображению частоты мы можем включить отображение названия нот функция extra curves позволяет увидеть дополнительные кривые для phase delay phase response и group delay функция soft saturation позволяет сигнала уходить сатурацию вместо цифрового искажения в случае перегрузки из-за чрезмерного усиления здесь задается значение задержки буфера в процессе применения эквализации frequency resolution задает точность эквалайзера в цифровом режиме alt solo filter q устанавливать ширину диапазона в режиме alt solo это клик зажатым alt dynamics тип кроссовера для модуля динамики в режиме multiband размер буфера для цифрового кроссовера look ahead позволяет плагину заранее анализировать материал и добиваться более эффективного контроля динамики кроссовер q позволяет изменять ширину полос цифрового кроссовера имиджер функция prevent antiface не будет позволять настраивать имиджер так чтобы получилось сложение фаз при сложении в моно различные методы детектирование сигнала вектор склопом три типа кроссовера размер буфера и изменение ширины полос цифрового кроссовера динамики показывать название нот показывать анализатор спектра alt solo filter q устанавливать ширину диапазона в режиме alt solo это клик зажатым alt exciter три типа кроссовера размер буфера изменения ширины полос цифрового кроссовера опция индикаторы входа-выхода включение-выключение различных опций индикации опция detect true peaks переключает определение пиков между аналоговым и цифровым режимами различные типы индикации среднеквадратичная громкость пиковый объединенная индикация моя любимая индикация по системе bob cuts три типа индикации громкости с разным временем затухания различные типы масштабирования скейл стерео или медсайт источник звука а также различные красивости которые каждый настраивает под свои нужды исходя из своего удобства плагин только в стендалон режиме включение-отключение вести а у плагинов и путь к папке с ними application только в стендалон enable waveform segments overlay разноцветная полоска показывающая автоматически определенной программой сегменты трека playhead follows playback при отключении курсор будет все время оставаться в точке начала воспроизведения а при включении этой опции будет переноситься в текущее место остановки воспроизведения обязательно следите за индикатором input level и ставьте его в такое положение чтобы громкие пики сигнала были в пределах от минус 6 до минус 2 децибел таким образом вы сможете с успехом использовать заводские пресеты обратите внимание что озон хоть и позиционируется как мастеринг процессор в то же время с успеха может быть использован и при сведении именно при сведении и пригодятся отдельные модули плагины давайте же рассмотрим их по подробнее каждый модуль содержит кнопку удаления модуля кнопку загрузки пресетов кнопку solo и кнопку bypass клик на надпись click to insert module предлагает добавить в цепь новый модуль с помощью drag and drop можно менять положение модуля цепи крайне полезная функция slider compare устанавливаем нужное значение слайдеру затем меняем значение на новое теперь при клике на слайдер зажатым shift мы можем сравнивать текущие и предыдущие значения параметра слайдера это очень удобная функция при использовании многодиапазонных модулей мы можем менять частоту раздела полос солировать диапазон или использовать bypass диапазона удалять или добавлять диапазон с помощью клика на плюс минус либо с помощью выбора опции при правом клике add remove band копировать настройки между диапазонами при помощи опции при правом клике копий пейст производить настройку спектра анализатора и кроссовера кроссовера может быть аналоговым цифровым и гибридным цифровой кроссовер отличает линейная фаза то есть более честный точный звук по сравнению с аналоговым гибридный кроссовер это по сути улучшенный аналоговый он и установлен разработчиками по умолчанию уникальный супер удобная функция автоматического определения частот раздела кроссовера который активируется с помощью кнопки для модуля зон могут обрабатывать не только стерео микс или отдельно левые правые каналы но и работать в режиме мид сайт при помощи которого отдельно обрабатывается моно мид и стерео сайт составляющие сигнала я просто обожаю обрабатывать подгруппы барабанов и синтезаторов мид сайт компрессором это делает звук более широким наполненным и плотным для включения мид сайт режима в модулях озон кликаем на кнопку ms функция мид сайт линк позволяет вносить изменения настройки мид и сайт одновременно если вы хотите следить за мид сайт процессе работы кликните на кнопку мид сайт мидрейм ну что же теперь пришло время поговорить непосредственно о модулях озон севен адвонст эквалайзер 8 диапазонов спектральный анализатор возможность работы стерео левый правый мид сайт режим мэтчин для захвата кривых эквализации три режима отображения спектральный детальный все диапазонный колесо мыши изменяет ширину полосы диапазона аналоговый цифровой алгоритм эквализации в цифровом режиме эквализации с помощью слайдера фейс мы можем менять фазу с линейной до минимальной режим все чикал изменяет тип кривой на более точную но менее музыкально параметры чистоты гейна ширины полосы можно менять как с помощью мыши так изменяет цифровые значения в интерфейсе модуля мэтчин и кью служит для захвата референсного сигнала с возможностью последующего применения полученной кривой эквализации на другом аудио фрагменте мечтков мечт и mount параметры это смягчение кривой и степень воздействия на целевое аудио степень воздействия разработчики не советуют подымать выше 50 процентов и функция alt solo служит для прослушивания сегмента аудио без изменения настроек самого эквалайзера после того как с помощью функции alt solo найдена нужная частота делайте двойной клик при этом вместе клика создается новая точка динамический эквалайзер работает как обычный эквалайзер однако имеет дополнительные органы управления взятые из компрессора то есть когда заданная частота пересекает порог срабатывания она ослабляется или усиливается например если какой-то инструмент в миксе иногда торчит это легко исправляется именно динамическим эквалайзером динамический эквалайзер тоже может быть цифровым или аналоговым аналоговый минимально двигает фазу а цифровой имеет линейную фазу и гораздо сильнее нагружает процессор компьютера в обычном режиме динамический эквалайзер работает как мультибенд компрессор однако при включении функции inverse он превращается в экспандер то есть устройство которое подчеркивает усиливает выбранный диапазон в случае его поднятия маленькая стрелка на каждой точке эквализации сообщает о режиме работы этого диапазона компрессор стрелка вниз или экспандер стрелка вверх режиме auto scale озон автоматически подберет значение атаки и релиза в зависимости от выбранной частоты очень удобно динамический модуль озон всегда славился своей работой с динамикой сигнала подробнее про компрессию и динамическую обработку смотрите в моем видео andy wax компрессия ключевые особенности модуля dynamics таковы мультибенд компрессия мид сайт компрессия лимитер компрессор экспандер автоматическая компенсация громкости для удобного сравнения сходного звука с обработанным удобная настройка детектора компрессора три режима детектирования сигнала пик envelope rms режиме пик детектор срабатывает от пиков сигнала в режиме rms озон учитывает средний квадратичный уровень сигнала на входе детектора в режиме n love работа похоже на режим rms только детектор работает без искажений по всему диапазону сигнала вкратце пик режим чтобы подрезать пики а rms и envelope чтобы поднять общую громкость сигнала без изменения тренсин адаптивный релиз функция автоматически подстраивает релиз компрессора базируясь на детекторе пиков сигнала сигнал с большим количеством пиков получит меньший релиз также адаптивный релиз зависит от установленного пользователем времени релиза параллельная компрессия раздельное или общее редактирование диапазонов три режима отображения кроссовер анализатор детектор в режиме отображения детектора можно менять частотную характеристику сигнала который попадает детектор компрессора например очень удобно если мы не хотим чтобы детектор срабатывал от бочки модуль стереорасширение имиджер четырех диапазонный модуль имиджер позволяет расширять стереообраз сигнала состав модуля входит очень нужные элементы вектор скоб позволяет следить за балансом между левым и правым каналом и следить за стерео базой сигнала на выходе модуля измеритель корреляции позволяет избежать проблем с моносовместимостью три режима отображения работы модуля кроссовер стерео база корреляция основные органы управления модуля ширина диапазона минус 100 моно и плюс 100 максимальное расширение стерео синтез кнопка включения и слайдер количество эффекта стерео стерео синтез позволяет достичь еще большего эффекта расширения стерео базы сохранением моносовместимости модуль эксайтер модуль обогащает сигнал гармониками количество гармоний для каждого диапазона задается слайдером amount подмешать обработанный сигнал можно с помощью слайдера микс на выбор 6 режимов работы эксайтера с помощью функции of a sampling мы можем убрать ненужные искажения которые иногда появляются при использовании эксайтера of a sampling также влияет на характер звучания алгоритмов и сильно нагружают процессор на выбор два режима отображения кроссовер и постфильтр постфильтр это обыкновенный шельф высоких частот эксайтер может работать в режиме стерео или мид сайт модуль максимайзер нет не так хотите что было громко знаменитый модуль максимайзер это устройство позволяющее получить более громкий и насыщенный звук посредством ограничения динамического диапазона сигнала и усиление общего уровня громкости в модуле появился новый режим а rc4 rc это intelligent release control то есть умный контроль релиза ключевые особенности четыре режима умного контроля релиза с дополнительными настройками функция character для дополнительной настройки релиза стерео анлинг для независимого лимитирования левого и правого каналов это позволяет избежать схлопывание стерео базы функция для сохранения пиков transient emphasis функция тупик лимитин для избежания клипирования при конвертации из цифры в аналог говоря простым языком если в цифре нет клипов то это совсем не значит что клипа не появится когда ваш микс будет проходить через цифроаналоговый конвертер говоря еще проще всегда включайте эту опцию недостаток у нее только один возрастает нагрузка на процессор параметр selling определяет максимальный выходной уровень сигнала рекомендуется использовать значение от минус 06 до минус 08 децибел чтобы избежать искажений в миксах которые потом будут кодироваться в mp3 или а c форматы лично я использую значение минус 0 3 децибела при обычном мастеринге и минус 0 8 децибел при мастеринге для айтюнс два режима отображения работы модуля частотный режим и режим отображения подавления сигнала винтажный лимитер по сути это тот же максимайзер только с другим алгоритмом работы и соответственно с другим характером звучания за основу взята схема работы компрессора fairchild 670 сначала сигнал обрабатывается одним из трех алгоритмов аналоговым ламповым или современным а затем сигнал проходит через лимитер с алгоритмом арси 1 винтажный и q модуль винтажного эквалайзера базируется на классическом легендарном эквалайзере пуль так эквалайзер сильно красит звук интересно сравнить его с эмуляцией от universal аудио и настоящей железкой винтажный компрессор модуль винтажного компрессора это все то лучшее что мы можем взять от аналогового компрессора плюс современные функции это фидбэк компрессор то есть он работает не так заметно как современные фит форвард компрессоры органы управления очень похожи на таковые из модуля дайнемикс винтажная лента инженеры айзотоп вдохновились характером звучания магнитофона штудер а 810 лично я выделяют такое воздействие ленты на звук изменение а чеха сигнала особенно это касается низких и высоких частот изменение фазы сигнала это дополнительно окрашивает звук сатурация то есть насыщение гармониками как в модуле exciter плюс искажение в виде взаимопроникновения каналов и всему что присуще ленте влияние на динамику сигнала так как при особых настройках магнитофон давал эффект компрессии сигнала из-за лимитирования пиков органы управления модуля vintage tape input drive добавляет сатурацию или попросту говоря гармоники bias добавляет distortion отрицательные значения добавляют искажения высокочастотный диапазон положительные значения добавляют еще больше сатурации speed при скорости 30 начинают выпячивать низкие частоты при скорости 15 к воздействию на низкие частоты добавляется обрез высоких частот гармоники от нечетных добавлению чет low emphasis интересная эквализация низких частот high emphasis шельф фильтр высоких частот ну что же давайте подведем итоги друзья озон 7 это стандарт для мастеринга и сведения обработки самого высокого качества есть однако в озон и недочеты которые носят скорее косметический характер и так плюсы лучше полноценный пакет плагинов для мастеринга возможность помимо своих модулей использовать сторонние лучше exciter из ныне существующих один из лучших максимайзеров 2015 года очень крутая функция learn multiband модулях потрясающе проработанные понятный интерфейс минусы модуль максимайзера очень хорош но вносит очень большую задержку и довольно сильно нагружает процессор стендалон версии нельзя быстро копировать установки между разными треками нельзя сделать полноценный нон-стоп проектов из треков с расставленными маркерами для записи на аудио сиди невозможно использовать более шести модулей одновременно колесо мыши не переключает параметры выпадающих меню ну а теперь займемся практикой